Здравствуйте, меня зовут Виктория Корнева, я продюсер. Я не просто так оказалась на курсе Алексея Кролова «Образовательный бизнес». Можно сказать, что мне очень повезло, потому что я вскочила буквально на подножку уходящего поезда. Курс уже начался, и буквально в письме, которое приглашала на этот курс, я увидела, что Алексей одно местечко предоставляет для социальных проектов, я решила, почему бы не рискнуть, и отправила свою заявку. И мне свалилось счастье присоединиться к группе замечательных людей, которые три недели, и я вместе с ними, каждый раз на каждом новом занятии с Алексеем испытывали огромные для себя открытия, новые эмоции, откровения, и вообще это было нечто. Я хочу рассказывать по порядку. Конечно же, я узнала очень много нового о том, что я думала, что знаю. И некоторые вещи, которые я уже делала в своей жизни, я думала, что я их делаю правильно. Не то, чтобы я их делала неправильно, но я их делала неэффективно. Алексей показал, как это делать эффективно, и как получать от этого результат. Например, откровением для меня стало, наверное, самым большим откровением из этого курса стала информация о том, какую информацию нужно давать бесплатно. Мне не жалко дать хорошую информацию, но я почему-то всегда думала, что она должна стоить денег. Когда Алексей объяснил, в чём тут фишка, и когда я над этим действительно поразмышляла и подумала, я поняла, что, боже мой, всё так просто, всё на поверхности, но я этим никогда не пользовалась. И в итоге действительно не там, где сейчас нахожусь, где хотела бы. Поэтому для меня это было очень важным открытием, и я сейчас постараюсь это всё применять. Не то, что постараюсь, я буду всё это применять. Очень понравился урок, на котором мы разбирали лендинги и продающие тексты. Особенно задания, когда нужно было пачку лендингов и текстов написать, и таким образом отработать весь закреплённый материал и сокращать, 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 не растекаться мыслью по древу, а только конкретно, только то, что важно клиенту услышать, только это включать в свои тексты, в свои страницы. Огромную важность, и это было не на одном занятии, просто нас, как тренер, заставлял делать одни и те же упражнения. Это информация о клиентах, о том, что они хотят, о боли клиентов. Более того, когда мы начали с простого и задали вопросы сами себе, а что боимся мы, я-то поняла, что я вообще не умею этого вопроса задавать, что это какие-то... Причём я взглянула на себя со стороны, и когда я через эти вопросы и через комментарии Алексея представила, как я выгляжу для кого-то, задавая такие вопросы себе, я поняла, что это совсем не я, и нужно над этим работать очень сильно и серьёзно. И это был очень хороший такой инсайт, чтобы понять себя прежде всего, понять, куда ты идёшь, чего ты боишься, чего ты хочешь, где ты хочешь быть. Ну и, конечно же, огромная важность знания о боли клиента, потому что только тогда ты сможешь что-то для клиента сделать и дать ему то, что он готов будет купить или покупать всё время, и, собственно, ключ к твоему богатству и успеху. Так что это были важные знания, очень необходимые и действительно простые, но в то же время их нужно было осознать, пропустить через себя. И вот на курсе, благодаря всем этим вечерним занятиям, вебинарам, заданиям, общению потом в группе, я пропустила это через себя, и, наверное, пропущу её ещё раз, не раз, а возвращаясь к тем материалам, которые у нас есть. Вторая важная часть, которая произошла в результате прохождения этого курса, я лишний раз убедилась и подтвердила для себя правильность своих каких-то личных опытов и интуиции о том, кто такой продюсер, каким он должен быть, и неважно, образовательный это проект или какой-либо другой. И смотря на Алексея, понимая, как он действует, наблюдая за ним, изучая его многочисленные материалы, мне повезло, я ещё на Ютубе посмотрела его видео-лекции о том, кто такой продюсер, я учусь быть продюсером, и это очень мне нравится, и вот это вот ещё был один кирпичик в моё понимание того, что такое продюсирование, и в частности продюсирование своей собственной жизни, потому что это то главное, чем, в общем, я считаю, я должна заниматься. И ещё одно очень важное знание в результате всех уроков, которые были пройдены, всех занятий, всех заданий, самое главное изменение, которое у меня произошло, то, что я стала в своих проектах, в своей работе, чем я занимаюсь, и я стала больше действовать, не набираться знаний, как это сделать, а я стала делать. И я, конечно, ещё очень-очень начинающий продюсер, у меня ещё далеко до Алексея, но я стремлюсь, и я надеюсь, что это был мой не последний курс, и не моё не последнее знание, которое я получила от Алексея Кроула. Если вы хотите новую жизнь для себя, если вы хотите качественных изменений и понимания, что вы делали в жизни не так, что вам нужно сейчас делать, если вы хотите вдохновения, то вам сюда, к Алексею Кроулу. Спасибо большое.